Сразу говорю, это не будет просто хейтом, видео не с целью развести срач, а заголовок не тупой кликбейт, но есть вещи, о которых мне как автору молчать было бы просто неправильно. Вы частенько спрашивали в комментариях и на стримах, что не так, почему так много людей сейчас недовольны игрой, да и я сам играю сейчас далеко не с тем интересом, с которым обычно. Вот я и попробую объяснить в таком мини-подкасте, какой-то такой формат вышел, когда мы с командой собрали все эти тезисы воедино. Итак, сезон рассвет в самом разгаре, игроки ждут появления небесного восстановления, формят гадрольные пушки, закрывают пропущенные триумфы, продолжают формить фракталин для секретного триумфа и запасаются улучшающими призмами и высшими осколками. На самом деле в игре сейчас все не очень радужно, особенно для тех, кто играет давно или же просто очень много. Проблема, как вы могли догадаться, заключается в контенте. За последнее время некоторые контент-мейкеры, которые играют в Destiny достаточно много, чтобы их мнение хоть что-то значило, начали выпускать ролики и мнения, где игра подвергается критике. Некоторые делают это очень сдержанно, другие же более открыто. Недавно подобный ролик выпустил даже Дата, который живет напротив Банжи. Так в чем же заключаются проблемы в игре прямо сейчас? Я обещал поговорить об этом на стриме, об этом частично мы уже общались на трансляциях на Твиче, так что теперь еще раз проговорю для тех, кто все это пропустил. Меня, кстати, зовут Джонни Лейни, если что вдруг. В первую очередь, безусловно, эндгейм-контент. Его просто нет. В игре нет активностей, которые могут бросить игроку какой-либо вызов. Рейды. Спустя 2-3 недели каждый рейд проходится легко любой командой, которая хоть немного умеет соображать и стрелять. Сад спасения вышел в октябре прошлого года и, надо сказать, многим уже наскучил. Особенно тем, кто выбил печать и гадролы пушек. Смысл играть в него просто пропал, как и в прошлые рейды. Броня, которая падает в рейде, имеет очень низкий шанс выпасть с хорошими статами. Зачем тратить на это время? Непонятно. Единственное, что лично мне из всего эндгейма еще как-то представляет интерес, как ни странно, сумрачные налеты, побоища. Да, их есть смысл проходить, если вам нужно поформить материалы или экзотики с хорошими статами. Но есть ли челлендж с этих активностей? Когда вы достаточно вкачаете нормальный уровень силы, то он пропадает. Сумрачные налеты превращаются в 10-минутную пробежку. Разумеется, никто не говорил, что побоища должны быть активностью на уровне лаборатории не оба, когда она выходила. Но это не отменяет того факта, что побоища даже и близко не подошли к тому уровню сумрачных налетов, что были в первом году Destiny 1. Кто знает, тот поймет, о чем идет речь. Мы недавно заходили пробежать вот в первой части Nightfall и с первого раза не осилили. Это реально челлендж. До сих пор. Собственно говоря, на этом весь эндгейм контент заканчивается. Рейд теряет актуальность с каждой неделей. А побоища становятся актуальными только после того, как начинается нехватка ресурсов для прокачки брони. И то прокачка брони не является обязательной задачей для игрока. Но как же 100 стойкости, 100 восстановления и 100 мобильности? Ну, говоря о ПВЕ, цифры не решают настолько сильно, чтобы выбивать себе идеальные показатели. Можно подкачать интеллект и восстановление. Но на этом все. В принципе, да. Говоря о ПВП, то у него и без этого проблем хватает. Во-первых, дело касается меты, которая совершенно не меняется. Да, в играх вроде Destiny всегда будет мета. Это в каком-то даже смысле нормально. Но мета, которая не меняется в течение года, это трагедия. На консолях в компетах все еще лучшим выбором остается набор блюз пыльных камней, нот фарготан и та же катушка. На ПК есть два оружия. Лишний паек и замысел покорителя разума. Разумеется, можно встретить и другие виды оружия, вроде розы, ластворда, лорда волков и тому подобное. Зачем, если есть путь легче? Вторая беда ПВП. Матчмейкинг. Про матчмейкинг и вовсе страшно говорить. Я вам уже показывал на своем последнем стриме видос моего коллеги по площадке Вишьюлака, где он горел на эту тему. С выходом Обители Теней у нас появилось два плейлиста. Обычный и классический. В обычном появился подбор по скилу, а в классическом работает подбор по местоположению игрока, то есть по лучшему коннекту. Вы можете подумать, что подбор по скилу собирает в лобби только игроков одного уровня. На самом деле, это работает не так. Игра подбирает лобби таким образом, чтобы в каждой команде был сильный игрок, слабый игрок и среднячок. Особенно сильно это можно заметить в соло компетах, где в каждой команде и работает такая раскидка. Получается так, что игрок, который играет плохо, может попасть в матч, где он ничего не сможет сделать, ибо против него играют игроки, которые значительно сильнее его. Зато в его команде есть лучший игрок в лобби, который должен этого слабого игрока протаскивать. Скажите мне, как в такой среде хоть кто-то может получать удовольствие от игры? Сильному игроку приходится потеть как в бане, чтобы одержать победу. А слабый игрок должен страдать, вместо того, чтобы его кидало в матчи, где игроки играют под его уровень скилла, чтобы он развивался. Подобная система появилась в этом сезоне. Если это очередной эксперимент, то, ну, у меня есть готовый фидбэк, он не очень удачный. Есть еще такая тема. Читеры на ПК. Да, они есть. Их много, и если ты не попадался на них, то здесь есть три варианта почему. Первый, тебе невероятным образом повезло, но никто не поверит. Второе, ты мало играешь в ПВП. И третье, у тебя низкий скилл, ММР. Как это работает? Читеры, как правило, имеют высокий ММР. Поэтому их будет кидать к сильным игрокам. Именно по этой причине сильные игроки попадаются против читеров чаще, чем слабые игроки, ибо у этих слабых игроков низкая стата. Но это правило работает в обычном плейлисте, как мы помним. Так что в остальных режимах вы можете встретить их чаще, даже если играете ниже среднего уровня. На данный момент в игре нет никакого античита, как бы об этом не заявляли Банджи. У разработчиков есть команда, которая вручную должна находить каждого игрока и банить его. Такая проблема, кстати, существует у них еще с Halo 2. Забавно, что ничего не поменялось. И переезд игры в Steam здесь совсем ни при чем. Просто игра стала бесплатной, порог вхождения ниже. Надеюсь, что недавнее заявление о том, что Банджи плотно будут работать над этим, хоть как-то изменят ситуацию. Не то, чтобы сейчас разом перебанят всех сволочей на читах, но хотя бы будет пересмотрена система, с помощью которой разработчики пытаются выявить читаков. Но представьте, что в следующем сезоне вернется испытание Сириса или 9-ти, матчмейкинг, мета, отсутствие адекватного античита на ПК. А это возвращение будет настолько провальным, что испытания уберут из игры во второй раз? Вы точно этого хотите? Что нет? Тогда может мы начнем почаще говорить об этом, а не делать вид, что статы, подбор перков и все вот это вот в гарниле играет сейчас хоть какую-то роль? Лут в игре и Тесс. Конечно, еще одна серьезная проблема заключается в том, что весь новый лут не способен затмить старый. Да, в этом сезоне появились новые пушки и интересные перки, возможно, что ты выбил все гадролы, но зуб даю, ты никогда не будешь использовать эти пушки в эндгейм контенте. Ну, возможно, очень редко. Лишний паек остается королем в ПВП, а новый 150-й револьвер, который, кстати, был в проклятии Осириса, не является улучшенным вариантом, так как он идет во второй слот, где на ПК есть замысел покорителя разума и другие особые пушки вроде снайперок, так еще у него и слегка сохранилась старая анимация отдачи. По дальности он уступает гадрольному пайку и на полметра, неважно. То же самое можно сказать про все остальные пушки. Ты выбиваешь лут не для того, чтобы сделать свой инвентарь сильнее, а для того, чтобы эти пушки пылились в хранилище. Разве это интересно? Разве это делает фарм осмысленным? К сожалению, эта проблема исходит из того, что больше всего сил разработчики вливают в эвервес. Это не секрет. Еще в обители теней комьюнити менеджеры говорили, что разработчики должны делать уникальный лут ТЭС, ибо это основной источник прибыли. И это окей. Я не имею ничего против доната. Я с радостью закидываю тысячу-другую серебра на новые косметички, если мне нравится дополнение. Я рассматриваю это как добровольную благодарность разработчикам. Я понимаю, что на данный момент в студии важен этот источник финансирования. Но! Только вот дело в том, что игровой лут от этого страдает настолько сильно, что игрового лута просто нет. Проблема с лутом более актуальна как раз таки для старых игроков, которые все выбили. Новичкам, разумеется, гораздо легче. Им есть что фармить. Фармить. Верните любые шмотки первого и второго года, и это будет новым контентом для них. Вот и ТЭС выдает ностальгическую энграмму, где падает лут первых двух лет. А что ветеранам? А ветераны должны фармить яркую пыль 24 на 7, чтобы приобрести весь ассортимент за яркую пыль. Если вы считаете, что выполняя только еженедельные контракты на пыль можно купить весь ассортимент, то вы ошибаетесь. Это не так. Немного простой математики. Все новые предметы в ассортименте составляют примерно 58 тысяч яркой пыли. 3600 пыли за неделю. 11 еженедельных ресетов за сезон. То есть 39600 яркой пыли. Чтобы заработать хотя бы 1840 яркой пыли, вам нужно делать по 24 контракта каждый день. Но, наверное, в игре хотелось бы заниматься чем-то кроме выполнения банальных поручений вендоров. Ну и заключительная проблема. Фома. Большая проблема, которой создана куча тем на реддите, которые уже привлекли внимание разработчиков. У нас в группе тоже недавно вышла большая статья с разбором. Фома. Fear of Missing Out. Это система, когда вы упустили возможность что-либо выбить или получить какую-то плюшку за определенный промежуток времени. С выходом Обители Теней разработчики перешли на такую модель. Определенные квесты можно выполнить только по ходу такого-то сезона, как и лут. Сезонные активности доступны только по ходу такого-то сезона. А сюжетные миссии Сейнта, скорее всего, пропадут. А вдруг игрок просто не мог играть в этот промежуток времени. Он в командировке, с головой в подготовке к сессии, заболел, решает семейные проблемы. Destiny игра про людей, верно? В итоге игрок упустил возможность получить лут и пройти контент, так как банджи создали так называемый эволюционирующий мир. И в чем проявляется эта эволюция? В том, что во время финального наступления вексов просто заменили босса наступления вексов? Вау! Хороший пример FOMO-системы при этом тоже есть. Например, когда стало известно о секретной миссии на Шепот Червя, то все сообщество буквально взорвалось. Все летели на ИО и пытались пройти эту активность, чтобы получить мощный лут. И игроки достигали своей цели. Они могут достигнуть ее до сих пор, поскольку активность до сих пор доступна. Но самым ярким моментом миссии является, безусловно, первый день. Это как раз один из тех моментов, когда ты должен был быть там. Ты видел, как сообщество отреагировало на миссию. Ты видел, как сообщество искало правильный путь. Ты видел, как сообщество подбирало стратегии для убийства одержимых. Да, ты упустил, может быть, этот прекрасный момент, но ты можешь лично отправиться в эту активность и ощутить все самому и сейчас. В этом сезоне сюжетка Сейнта – отличный контент. Но, как уже было сказано, многие игроки не смогут его ощупать. Destiny – не та игра, где нужно вводить такую модель. Это не сессионный шутер или батл-рояль. Это – игра-сервис. Игрок, который является коллекционером и хочет выбить абсолютно все, может в какой-то момент устать от игры и взять перерыв. Но он знает, что если не пройдет этот контент сейчас, то уже никогда не сможет ощупать его. Разве это хорошо? Эта модель идеальна для разработчиков, ибо игроки будут играть в игру. А вот некоторые игроки при этом могут страдать. А зачем игрокам игра, которая заставляет их страдать? Все это приведет к очередному оттоку игроков. Не тому, который месяц назад начался в Стиме, когда отвалились те, кто скачали игру по выходе в фри-то-плей и потом бросили. А отток – кор аудитории. Потому я и другие контент-мейкеры и выпускают подобное видео сейчас. Мы любим эту игру. Но в игре есть проблемы, и их нужно называть сейчас. Привлекать к ним внимание, а не закрывать глаза. Так вы делаете хуже и себе, и другим. Я даже не стану говорить о максимально странной истории с пазлом лабиринтов времени, в которой игрокам сначала дали неординарную загадку, увлекли их, а потом, после десятков часов решения, наградой стал квест, который и так был в календаре. Спасибо, что выслушал, Страж. Пиши в комментариях, что об этом думаешь. Согласен ли ты, что в игре сейчас развиваются эти проблемы? Или может быть тебя все устраивает, и мне стоит прислушаться и делать видео про пушки, как ни в чем не бывало. Только когда напишешь, что ты об этом думаешь, не забудь указать, сколько ты играешь в эту игру. Будем на связи. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...